К 35 неделе беременности от зачатия малыш уже довольно упитанный. Его масса увеличилась за счет подкожного жира и роста костей. Все системы организма ребенка готовы к работе. Он постоянно делает дыхательные движения, при которых в легкие попадают околоплодные воды. С каждым выдохом они выталкиваются обратно. Легкие ребенка по сути сформированы, а значит в случае родов он сможет дышать без помощи аппаратуры. Беременность на сроке 35-38 недель от зачатия является доношенной, а роды на этом сроке своевременными. У малыша уже завершается формирование желудочно-кишечного тракта, и желудок, и кишечник начинают сокращаться. Так они готовятся к продвижению пищи от ротовой полости к прямой кишке. В кишечнике ребенка уже скопились первые отходы жизнедеятельности – миконий, первородный кал. К этому сроку плацента начинает стареть. Это естественно, она практически выполнила свою функцию, питала ребенка все эти месяцы, а теперь тот готов к появлению на свет. Единственное, к чему малыш все еще не готов во внешнем мире – это перепады температуры. Центр терморегуляции ребенка даже после 40 недель может не справляться со своей задачей удерживать тепло, поэтому крохи склонны к перехлаждению или перегреванию. Теперь будущая мама посещает женскую консультацию еженедельно, ведь начиная с 35 недели малыш может появиться в любое время. Все три скрининга к этому сроку уже пройдены, и УЗИ плода на этом сроке врачи могут назначить лишь в тех случаях, если есть какие-то опасения или результаты последнего скрининга требуют проверки. На этом сроке проводятся также влагалищные исследования, которые позволяют убедиться, что нет излития околоплодных вод, что шейка матки в порядке и способна растягиваться. До начала родов шейка матки может быть полностью закрыта или раскрыта всего на 1 см, но в течение родов она должна раскрыться до такой степени, чтобы ребенок мог пройти через родовой канал. Во время такого осмотра оценивают также ширину таза будущей мамы и расположение тазовых костей. Все это необходимо, чтобы заранее определиться, что вероятнее – естественные роды или кесарева. К концу этой недели плод вырастает до 48-49 см и по весу уже 2800-3000 граммов. По размеру он как салатный сельдерей. Чаще всего внутриутробный этап развития малыша завершается к 36-38 неделе от зачатия. На этих сроках и появляются предвестники родов, однако у части женщин они могут возникнуть и на 35-й неделе от зачатия. К предвестникам родов относят перемещение центра тяжести женщины вперед, отчего при ходьбе голова и плечи отходят назад. Так называемая гордая поступь. При сжатии предлежащей части плода, головы, таза или ножек ко входу в малый таз, отчего матка опускается. У первородящих женщин это заметно уже за месяц до родов. Еще один предвестник – это уменьшение объема около плодных вод. Этого женщина сама, конечно, не ощутит, но может заметить, что похудела на 1-1,5 килограмма, если регулярно взвешивалась до этого. Начиная со следующей недели, мама может прекратить набирать вес. Если так и случилось, значит пошел обратный отсчет до родов. Если это первая беременность, то мама, скорее всего, доходит до конца срока до 38 недели от зачатия. Однако у женщин, уже имеющих детей, роду могут наступить и раньше. Кроме того, 35 неделя от зачатия – это средний срок вынашивания близнецов, так что мамам двойняшек имеет смысл собирать сумку в роддом. Когда предлежащая часть плода, будь то голова, попка или ножки опускаются и фиксируются на входе в малый таз, женщина замечает, что ей стало легче дышать. Давление на легкие и диафрагму исчезает. Могут также появиться схватки-предвестники – отдельные координированные схватки, благодаря которым шейка матки постепенно укорачивается. Подготовительные схватки возникают чаще всего ночью в состоянии покоя и обычно не приносят дискомфорта, не мешают обычной жизни. На 35 неделе беременности от зачатия из-за опустившегося плода могут возникать стреляющие боли в промежности и ногах. Это ребенок и матка давят на мышцы, связки и нервы в области таза. Кроме того, на этом сроке могут увеличиться вагинальные выделения. Если появляется слизь со вкраплениями крови, скорее всего, это слизистая пробка, защищавшая малыша в утробе. Ее выделение намекает, что скоро малыш появится на свет.